Француз Томас Эртель И поставить несколько рекордов Первое интервью с лидером Зенита в России Мы выбирали вопросы Томас выбрал язык общения С нами он разговаривал, как и с тренером На испанском Кто такой Томас Эртель? На самом деле ничего необычного Простой парень, который любит играть в баскетбол И хочет побеждать, принимать правильные решения для своей карьеры Поэтому я и приехал в Зенит Я очень люблю соревноваться Азартный человек Не важно в чем, но я всегда должен быть лучшим и выигрывать Для этого я готов работать, много тренироваться и добиваться результатов Можно сказать, что я перфекционист В баскетболе однозначно Концовка матчей Время уверенных в себе парней Томас Эртель как раз из таких В Зените не стоит вопрос, кому доверить решающий бросок В такие моменты многие игроки теряются, прячутся Я же наоборот в самый ответственный момент раскрываюсь Беру на себя ответственность Как правило, у меня получается забивать Такой вот у меня характер В переломный момент я сделаю свое дело Можете на меня рассчитывать Вообще, можно сказать, что я в первую очередь играю инстинктом, а не головой Хотя сейчас с возрастом и с приобретенным опытом стал гораздо больше думать во время игры Раньше, когда был молодым, слишком много рисковал Играл бездумно и иногда это сильно мешало Всю свою карьеру Томас Эртель наводит ужас на соперника на последних секундах Томас Эртель своими решающими попаданиями не только восхищает публику Но и доводит очевидцев до необычных желаний Это была очень сложная игра за бронзу на чемпионате мира 2014 Тогда наша сборная была очень молодая Нам не хватало опытных игроков, таких как Тони Паркер и Нандо Дакало Мы проигрывали, и на последних секундах игры наступил тот самый ответственный момент Мне дали пас, и я попал из-за дуги Мы выиграли, а комментатор так обрадовался, что прокричал фразу, которая потом стала крылатой И даже вышла за рамки баскетбола Спортсмены из других видов ее тоже стали использовать Подари мне свои шорты Точно не могу сказать, что это значит Просто комментатор так выразил свою радость А спустя два года он открыл собственный отель на юге Франции Мои шорты и майка висят на входе, в рамке Да, я услышал комментатора Тренируется тот, кто играть не умеет Старая спортивная шутка внутреннего применения Но, как оказалось, очень близка лидеру сборной Франции Мне очень нравится такой плотный график игр Потому что я предпочитаю играть, а не тренироваться Думаю, что каждый игрок со мной в этом согласен Хотя, конечно, иногда бывает тяжело, особенно в России Здесь бывают очень длинные выезды, большие перелеты Это не Европа, где все близко и всегда летали чартерами А в Зените не всегда нам дают чартеры, и перелеты бывают очень долгие Так что иногда бывает сложно восстанавливаться и готовиться к играм Такие матчи, как против ЦСКА, заряжают сами по себе Тренерам не нужно делать что-то особенное, чтобы нас настроить ЦСКА в этом сезоне еще не проигрывал, и это добавляет особое желание их обыграть Их победная серия может прерваться в любой момент И я перешел в Зенит из-за Хави Паскуаля Так как это тренер, которого я давно знаю Он работал в Барселоне, и мы много пересекались Хави — человек, который очень хорошо разбирается в баскетболе И, на мой взгляд, один из лучших тренеров в Европе на данный момент Думаю, что у нас с ним одинаковое видение игры, схожая философия Также, что для меня особенно важно, Хави — честный, порядочный человек В баскетболе сложно найти такого Любой игрок, который работал с Паскуалем, подтвердит мои слова Конечно, я приехал в Зенит не только из-за тренера Но фигура Хави была определяющей Я играл в четырех разных странах И про российскую лигу могу сказать, что здесь играют в очень контактный баскетбол С тактической точки зрения эта лига может и уступает, например, Испании Но везде есть свои плюсы и минусы Но единая лига ВТБ очень достойная Это факт Эртель любит противостояние и дуэле И не стесняется своего статуса звезды И сам готов бросать вызовы В этой лиге сложнее всего защищаться Против Алексея Шведа из ЦСКА и Дэрила Мэйкона из Уникса Это два игрока уровня Евролиги Быстрые и креативные в атаке И могут доставить тебе массу проблем Я получил приглашение на матч всех звезд Учитывая мой спортивный азарт, с удовольствием приму участие В Испании, например, не проводят матч звезд Слышал от ребят, что здесь организация на высочайшем уровне Так что с нетерпением жду Кстати, сегодня я узнал, что смогу принять участие в конкурсе трехочковых Но и жду результаты голосования на сам матч Зенит — действующий чемпион Единой Лиги ВТБ Задача Иртеля — отстоять трофей Но несмотря на статус ветерана Этим список желаний не ограничивается Я по-прежнему мечтаю завоевать титул Евролиги В прошлом году мы были близки, но, к сожалению, немного не хватило Мечты остаются прежними Что касается Олимпийских игр в Париже Я уже побывал на двух Олимпиадах В Бразилии и в Токио, где мы проиграли американцам в финале Сейчас сложилась такая ситуация, что Французская Федерация не хочет, чтобы я надевал майку сборной Из-за того, что играю в России Посмотрим, что будет дальше Но я бы не сказал, что золото Олимпиады — моя мечта